Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Мы убрали картофель. У нас освободились большие площади земли. Эти площади не должны пустовать, потому что многие дашники допускают очень большую ошибку. Выкопали и оставляют. Земля не отдыхает, она зарастает сорняками. А появляются сорняки, они забирают питательные вещества. Картофель, он ведь дает большой урожай, сравнительно с метрами квадратными, даже зерновыми. Значит, он выносит новые питательные вещества. Мы даем зарастаться сорнякам, соответственно, мы объединяем почву. Кроме того, голая почва будет подвергаться ветровой эрозии, будет подвергаться водной эрозии, будет смываться. Особенно надо уделить внимание картофелю, если он выращивается из года в год на одном и том же месте. Почему? Потому что если даже мы будем вносить различные удобрения, будь то органические или минеральные, мы не совсем этот запас вещества будем почву пополнять. Нам помогут сидераты. Что и какие культуры можно высевать после картофеля? Ну, значит, если ваш картофель выращивается ежегодно на одном и том же месте, значит, выбор сидератов вам может быть любой. Вы высеваете любой. Любые сидераты вам подойдут. Но если вы после картофеля будете высевать какие-то овощные культуры, значит, знайте, что уже красноцветные сидераты сеять нельзя, потому что они спровоцируют развитие болезней, которые характерны для капустных растений. И на следующий год ваша капуста, редиска, репа и редька все будут болеть, очень плохо расти на этом месте. Точно так же, если бы после картофеля мы посадили любые растения, семейство поселенных, это были бы новые болезни и новые вредители. Земля не отдохнула, а наоборот насытилась, стала бы более зараженной. Так что учитывайте. Ну а так, если более конкретно, что можно сеять. До первого сентябра, если вы выкопали картофель, выбор сидератов подходит любые сидераты. Будь то фацелия, будь то рапс, будь то донник, любые сидераты вы можете высевать. А вот после первого сентябра уже выбор сидератов более ограничен. Почему? Для чего мы сеем сидераты? Сидераты мы сеем не только для зеленой массы, чтобы нарастить большую зеленую массу, но и сеем для того, чтобы оздоровить почву. Почва должна оздоровиться. То есть наши сидераты должны глубоко проникнуть. Сами понимаете, что уже в конце сентябра становится в условиях Белоруссии прохладно. И уже это не способствует росту сидератов. Они не будут такими высокими. И соответственно корневая система их не будет сильно развита. Что мы можем посеять? До 15 сентябра мы можем еще посеять с красноцветных культур. Это только горчицу и рапсозимы. Почему мы будем рапсозимы, а не яровой сеять? Потому что если мы выращиваем картофель с года в год на одном месте, значит нам необходимо, чтобы культура, которая служила себе в оборот, как можно дольше жила на нашем поле. А вот рапсозимы как нельзя лучше подходит для этой роли. Он живет осенью, уходит в зимовку, весной опять возобновляет свою жизнедеятельность, начинает отрастать. Ну корневая система нарастает, и соответственно картофель получается уже растет как бы на свежем месте. Если мы посеем рапс яровой или же та горчица, они просто-напросто смерзнут. Начнутся заморозки, морозы, они просто-напросто смерзнут. Ну и отдача от них будет очень маленькая. Ну часто в интернете, конечно, смотришь ролики, и видно, есть специалисты, которые советуют сеять озимую рожь, сеять вику мохнатую озимую. Значит я бы не советовал этого делать. По той простой причине, что если вы вот раз посеяли, вы посмотрите, что весь следующий сезон, в этом сезоне вы посеяли, они весной прекрасно переразимовали, начинают отрастать, но вам весь сезон придется воевать. Рожь будет упорно из земли посылать свои колосья, вика будет упорно прорастать, поэтому на ваших площадях, где у вас ручной труд в основном, не создавайте себе излишние нагрузки. Запомните это. А мой секрет такой самый простой, тоже в этом деле есть, что после уборки картофеля я высеваю овес. Культура холодостойкая, овес вырастает где-то сантиметров 40-50, очень хорошая масса, он растает, это раз. Потом корневая система овса очень хорошо оздоравливает почву. Вот в этой культуре все плюсы. Ну и добавок овес не переразимовывает. Он растет почти до морозов, практически в наших белорусских условиях он растет примерно до ноябра месяца, потом становятся уже устойчивые заморозки, морозы, он просто-напросто погибает. Но он до той поры пока погибнет, он наращивает очень хорошую зеленую массу и имеет очень хорошую развитую корневую систему. То есть он как бы сам рыхлит почву. Ну а дальше такой вопрос многие задают тоже. Петр Николаевич, а вот седераты на зиму надо заделывать или не надо? Ну здесь как бы уже опыт есть такой наработанный многими дачниками. Значит на суглинках желательно заделать. Почему? Потому что суглинки почвы избитые. Если мы заделываем седерат, значит у нас весной верхний слой будет рыхлый. Седераты за зиму разложатся и не придут рыхлость верхнему слою. Поэтому мы раньше сможем на этой почве начинать посевы и посадки различных культур. На песчаной почве седераты можно не посеять. Они лягут на почву. Ну вот мороз, снег их приложит на почву, они будут лежать на почве. Но в этом есть плюс, что седераты остались незаделанные. Потому что они прикроют почву и ваша почва весной не будет треснутая. Вы видели, как это самое после зимы, почва какая-то потресканная. Прямо тресканная по всей почве. Седераты, лежащие на земле, сыграют роль мульчи. Они как мульча приходят почву и защитят ее от иссушения. Так что вариант, который вам подходит, выбирайте сами. Исходя из вашего типа почв и той цели, для которой вы сели седераты. Но запомните, самую большую массу в осенний период, уже если при посеве в сентябре месяце, даст только овес. Из них не придется воевать, в отличие от озимой ржи. Уждите этот нюанс. Высевайте седераты, оздоравливайте почву, восстанавливайте ее плодородие. За что седераты, вы как бы вклиниваете какой-то севооборот, как бы меняются культуры. Ураганность ваша пусть повышается только. Вам хороших урожаев. Смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь на него. У нас много интересных авторов, много интересных роликов. До новых встреч. До свидания.